Да, спасибо. Добрый вечер. Мы, как всегда, с молитвой продолжаем с вами изучение книгу Шмуэльбет. Молитва, она необходима, так чтобы была помощь свыше в рассмотрении этих сложных вопросов. И мы остановились с вами на самой сложной, наверное, теме. Это Давид и Батшева. Мы немножко поняли мотивы поведения Давида и ту непростую ситуацию, в которую он попал. Аналогичная ситуация рассматривается, если вы помните, с Йосефом. Йосеф по Медрашу получил дополнительную букву Гэй, и его имя на нагруднике первосвященника значится как Йосеф. Буква Гэй, она всегда буква Союза, и в имя Йосефа она добавила еще одну букву, которая приблизила его имя к имени Всевышнего. Когда это произошло, Йосеф знал, что он послан в Египет свыше, что у него есть там своя пара. Он должен найти свою пару для того, чтобы привести в мир человека, который станет продолжателем наследия Якова. И он увидел по созвездиям, что жена Патифара, как мы знаем, которой он не прикасался, не мог не прикасаться, она должна быть его парой. По созвездиям, по какой-то интуиции. И вот Медраш говорит, мы и в Гемаре видим отношение к этому событию, что Йосеф, когда пришел в дом Патифара, когда там никого не было, он, в общем-то, намеревался быть с его женой. Но когда он приближался, то он увидел перед собой образ отца, который сказал ему, что если ты это сделаешь, ты будешь исключен из моих сыновей. Можно представить себе, что Йосеф праведник, он как бы не стремился удовлетворить свои личные потребности, он думал о каких-то высоких вещах. И оказалось, что мысли человека, его видение вещей, скажем, на уровне каких-то, на уровне снов, даже на уровне какого-то пророчества, оно оказывается не совсем верным или, может быть, неверным. И есть еще более высокий уровень, более высокий взгляд на вещи, и Йосеф смог подняться на этот уровень, на уровень, который затрагивает какие-то материальные соображения. Условно Тор называет его уровнем звезд, может быть, не условно, как образ. И мы помним, что Авраам был поднят выше звезд, и ему было дано взглянуть на мир как бы свыше с точки зрения человека, который видит мир, уже выйдя за ограничение материального. И это было началом союза, и один из моментов союза с Авраамом, мы помним, что он был Авраам, и ему была добавлена буква «Гей», точно так же с Йосефом. Поскольку он смог в такой ситуации подняться на более высокий уровень пророчества, чем, скажем, пророчества, которые можно сравнить со сном, даже с пророческим сном. Он смог подняться на более высокий уровень и увидеть, что то, что ему представлялось, представлялось с точки зрения духовной, с точки зрения даже пророчества определенного уровня, оказалось неверным. И в конце концов, как мы помним, он женился на Аснат, Аснат, которая была дочерью, приемной дочерью Патифара. Но не, и у него родились дети, и действительно, потомок Ефраима, Яшуа, стал тем человеком, который завоевал землю Израиля. То есть, говорят, что Всевышний, когда рабе Акива спросила женщина, не еврейка, как говорят Матрона в Гемаре, что делает Всевышний, после того, как он сотворил мир, рабе Акива ответил, что он сидит и подбирает пары. То есть, особенно для праведников, как бы пара, она предназначена свыше, она очень важна, очень важна, принципиально важна. В мир входят души, которые обладают большой силой, меняют его. И мы видим, что с Давидом, как бы, произошло примерно то же самое. Он увидел, и он действительно увидел правильно. Единственное, что он не смог, как мы можем себе представить, понять, осознать на том уровне, на котором очень трудно принимать решение. Потому что мы можем представить, условно, что человек, который принимает решение на обычном материальном уровне, он, может быть, похож на водителя автомобиля. Тот человек, который на уровне Давида, не хотелось бы разделять людей по каким-то уровням, отделять праведников от обычных людей. Не знаю, справедливо ли такое разделение, но давайте, скажем, условно, что тот уровень, на котором душидают Давид, он похож на человека, который находится, скажем, на космическом корабле. И одно неверное решение нужно принимать мгновенно. Мгновенно одно неверное решение уведет на другую орбиту, откуда не будет уже возврата, скажем, на Землю. И это то, что происходит с Давидом. Он прав, он прав, как бы, так можно сказать, все сто процентов. Да, эта женщина действительно предназначена ему. Единственное, что не хотел Всевышний, чтобы это происходило, произошло таким образом, чтобы сын, который должен построить, сын Давида, который должен построить фрам, он вошел в мир с какими-то проблемами. Нужно было подождать, нужно было положиться на Всевышнего и подождать. Давид же, как мы понимаем, это произошло не случайно. Давид всегда полагался на свое чувство, он шел за своим чувством. То, что и действительно его чувство было пророческим. Может быть, пророчество бывает разного уровня, может быть, нужно было предподняться еще на более высокий уровень пророчества. Но, в принципе, как мы знаем, Давид шел за своим чувством. И, как мы помним с вами, что он даже храм представлял себе таким образом, что если он построит храм, то само в себе возведение храма даст возможность всем сыновьям Израиля почувствовать божественное присутствие и жить с этим ощущением так, чтобы чувство Всевышнего, его желание, ощущение его желания, его любви было главным направляющим, как бы, вектором в жизни человека. И оказалось, что это очень высокая планка, недостижимая на тот момент. Она оказалась недостижимой для всего народа, и Всевышний ограничил Давида, не дал ему построить храм, перенес это на его сына, на следующее поколение. И она оказалась очень высокой планкой для Давида. Мы помним, что и при переносе ковчега Давид пошел за своим сердцем, за своим таким интуитивным пониманием ситуации. И, в общем-то, он был прав. Но произошла ошибка, и там тоже произошла ошибка. И мы понимаем, что этот уровень, который выбрал Давид, уровень ощущения идти только за своим сердцем, он оказался очень-очень трудным. И, в общем-то, привел к ошибкам на его пути. И вот такая же ошибка. И мы можем представить себе, что действительно есть ситуации, когда у человека, когда у великого праведника, от которого зависит весь мир, что он видит свою пару, но есть такие уровни, которые даже не берутся как бы пророчеством. Они только в руках у Всевышнего. Правильно и видно, только в руках у Всевышнего. Как бы вот так вот подняться за пределы звезд, устраниться полностью от материального уровня. Это можно только с молитвой, с полной такой отдачей Всевышнему, но не на таком уровне, когда, скажем, чувственный мир работает, действует. И не случайно Юсеф, так же, как и Авраам, он удостоился буквы, буквы Гэй, добавления в его имени специального такого союза, который Всевышний заключил с Юсефом. Может быть, из этих слов не все как бы понятно, может быть, не все можно объяснить. Мне бы хотелось, чтобы мы поняли просто Давида, ситуацию, необычность ситуации, необычность ситуации для праведника. Вот еще можно привести такой пример, скажем, важности, если так можно сказать, подбора пар и встречи людей на уровне больших праведников. Мы помним с вами, что Иоашуа женился на Рахав. И от Рахав происходят все великие пророки. Медраж говорит, все они ведут родословную от нее, от Рахава и от Иоашуа. Это и Ешаягу, и Ремиягу, и Хискеэль. Все они как бы, их ветвь восходит к Рахаву. Значит, этот брак был совершенно не случайным. И Ашуа увидел в этой женщине ту пару, которая предназначена ему свыше. И вернемся к, не знаю, все ли здесь понятно, все ли возможно здесь объяснить. Оставляю как бы на ваше интуитивное понимание. Если не удалось многое объяснить, то хотя бы следует принять сведение, что ситуация, в которую попал Давид, была очень-очень непростой. Можно представить себе, скажем, что говорит Раби Ханан. Он поясняет высказывания мудрецов, отношения мудрецов к Давиду, который приводится в Саббат на 56-м листе, то Раби Ханан, мы помним, что там говорится, что тот, кто говорит, что Давид согрешил, он ошибается. Как поясняет этот момент Раби Ханан? Он говорит так, что на том же листе, если бы в поступке Давида был грех, то Всевышний оставил бы его, а этого не произошло. Ведь сказано, еще раньше в Шмуэль-Алев, в 18-й главе было сказано, и был Давид удачлив на всех путях его, и Бог всегда был с ним. И ни разу не упоминается, что Божественный Дух отошел от него. И Раби Ханан ни в коем случае не собирался оправдывать поведение Давида. Он лишь хотел сказать, что даже допустив ошибку, он не утратил милость в глазах Всевышнего, потому что направленность его поступка была только во имя небес. И это то, что говорит Раби Ханан, поясняя высказывания мудрецов в шаббат 56-м листе. Это, скажем, то, что мне хотелось сказать в качестве введения. Можем в дальнейшем еще, может быть, обдумать этот момент, но примем с вами внимание, что у, скажем, таких людей, которые, подобных Давиду, подобных Юсефу, подобных Яшуа, у них есть задача привести в мир высокие души, которые смогут дальше прокладывать путь в истории всему народу. Вот, теперь мы с вами, сейчас я сделаю шер, и мы с вами посмотрим один момент. Так, мы видим с вами экран. Да, видим экран. Отлично, то есть текст видим, правильно? Правильно, да? Вот. Чуть-чуть хотел с вами на секунду вернуться назад, подчеркнуть один момент из нашего прошлого разговора. Мы с вами говорили, что Юав показал письмо Давида военачальникам. Да, он, правда, взял с них слово не говорить и не рассказывать никому. Ну, и действительно, то, что для нас будет важно в дальнейшем, вся история с Бадшевой осталась известна только немногим людям и не получила распространения в народе. Вот, но я хотел бы обратить ваше внимание еще раз на то, как текст намекает на то, что Юав рассказал военачальникам и подтверждение показало им письмо. Мы говорили с вами, что вот он говорит посланнику, и будет, если вот сгорится гнев царя, и он скажет тебе, после смерти Уриахити, после того, как Уриахити погиб, и военачальники предъявляли претензии к Юаву, почему он поступил, почему он допустил такую ошибку грубую, которая стоила жизни нескольких воинов, и в том числе Уриахити. Юав для того, чтобы оправдаться, он говорит так, он берет посланника, зовет себе посланника и говорит, вот ты скажешь так Давиду, как скажешь Давиду, и будет, если сгорится гнев царя, и он скажет тебе, почему вы приблизились к городу сражаться, разве вы не знали, что будут стрелять со стены, зачем приблизились вы к стене, и скажешь ты, даже слуга твой Уриахити умер. Теперь посмотрим, что происходит дальше. То есть Юав говорит, что Давид рассердится, а ты должен ему сказать, что Уриахити умер. Понятно, что он дал намек военачальникам, что он исполнял поручение Давида. Теперь, что произошло на деле, когда военачальники не захотели поверить, Юав показал им письмо. А вот посланник теперь отправился дальше, и пошел посланница, пришел и поведал Давиду обо всем, что передал с ним Юав. Смотрите, как он поведал. И сказал посланница Давиду, когда переселили нас те люди и вышли к нам в поле, то мы оттеснили их до проема ворота. Стрелки стреляли в рабов твоих со стены, и умерли несколько человек из рабов царя, и также раб твой Уриахити умер. Он не остановился, как ему велел Юав. И он предупредил его, что Давид разневается. Сказал ему, что ты ему скажешь. Посланец выпалил все без перерыва, без паузы. И почему? Понятно почему. Потому что посланец уже знал, потому что посланец уже знал, что Уриахити погиб из-за того, что Давид приказал Юаву поставить его в такую ситуацию. Юав, для того, чтобы дать понять военачальникам, что причина возникшей ситуации в гибели Уриахити Давид, он сказал ему, посланнику, Давид рассердится, а тогда ты ему скажешь про Уриахити, и он успокоится. Люди, которые стояли вокруг него, люди не глупые, они все поняли, на что он намекает, что ситуация вызовет нет Давида, но когда будет сказано, что Уриахити погиб, то есть цель достигнута, Давид успокоится. Посланнику не нужно уже, он, посланник, все понял, между Юавом и военачальниками произошел разговор, он показал письмо им, и посланник теперь, ему не нужно играть этот спектакль, он знает, что Давид не рассердится, он знает, что самое главное сообщить Давиду, что Уриахити погиб, и он выпаливает, как бы весь этот текст, выпаливает без остановки. Почему я на этом останавливаюсь? Мне кажется, что это момент, я бы сказал, очень красивый, когда переплетаются и устные, и письменные торы, переплетаются, мы знаем из Медраша, что Юав показал письмо военачальникам, и здесь мы можем представить эту ситуацию, действительно, эта информация как бы вплетается здесь прямо в текст, она как бы написана здесь. Это просто в качестве нашего напоминания, того, что мы с вами смотрели в прошлый раз, и может быть, из-за недостатка времени несколько сокращенно, теперь мы с вами продолжаем и пробираемся дальше. И в следующем, если мы с вами остановились на 25-м предложении в 11-й главе, то 26-е предложение в 11-й главе говорит так. «И услышала жена Ури, что муж ее Урия умер, и оплакивала она мужа своего». Мы понимаем, что все дело остается в стайне. Бат-Шева, она женщина, женщина праведная, не случайно она смогла воспитать последствия царя Шламу. В основном, она занималась его воспитанием, как это и было в доме Давида. Женщины, жены его занимались воспитанием своих сыновей. На Бат-Шеву легла эта ответственность воспитать человека, который построит храм, и она справилась с этой задачей. Она была женщиной праведной, безусловно, была женщиной искренней. И она оплакивала гибель Урия Ахити, потому что это был человек, в доме которого она жила, с которым у нее были конфликты, но и она не хотела возобновлять с ним брак после разводного письма. Но, тем не менее, как праведный человек, она была ему благодарна за то, что она жила в его доме, и она оплакивала оплакивала мужа, своего мужа, это в глазах людей. В глазах людей. Но она оплакивала того человека, то есть не того человека, который дал ей кров, пищу, все необходимое, и она жила в его доме. «А как только закончился период траура, и послал Давид, и взял ее в дом свой, и стала она ему женой, и родила ему сына, но злым было дело, которое сделал Давид в глазах Бога». Здесь переплетено несколько моментов, и мы можем представить себе, что для заключения два момента важных здесь, с две стороны важных, что для заключения брака нужно согласие женщины, и Батшева согласилась быть женой Давида, пришла к нему в дом и согласилась быть его женой. Другой момент, нужно согласие Сангедрина, мудрецов Сангедрина. И нужно сказать, что Давид пришел в Сангедрин, и он раскаился, и рассказал в Сангедрине о всей проблеме, о всей возникшей проблеме, и этот брак должен был разрешить Сангедрин, потому что мы понимаем, что есть проблема, даже если Батшева не была женой Урии Гахити, все равно была проблема, и Сангедрин мог не разрешить этот брак, из-за того, что у Давида были отношения с Батшевой, когда она была в общем-то в глазах людей женой Урии Гахити. Они могли не разрешить этот брак. Сангедрин разрешил этот брак. А теперь говорится, что но злым было дело, которое сделал Давид в глазах Бога. И здесь ситуация, как можно представить себе, примерно, скажем, она такая. Давид начал успокаиваться. Он перестал видеть всю проблему, всю, скажем, ошибочность своего поступка. И его раскаяние, оно не было полным. И оно начало утрачивать силу в глазах небес. И тогда, если мы это представляем с вами, то мы можем с вами перейти к следующей главе. сейчас сделаю, может быть, чуть крупнее, подниму текст. И послал Бог Натана к Давиду. То есть мы понимаем ситуацию. Давид как бы пришел в Сангедрин, рассказал о том, что произошло. Просил разрешения заключить брак с Батшебой. Это разрешение он получил. И он начал успокаиваться. Начал успокаиваться. Мы говорили с вами, что о том, что Батшеба приходила к Давиду до того, как погиб Уриахити. Об этом мало кто знал. Люди, которые знали, они ни за что бы не рассказали об этом. И не было такого волнения в народе, которое могло бы произойти. Ничего этого не было. Давид начал успокаиваться. Надо сказать, что от духовного состояния Давида, от заслуг Давида зависело практически, как мы можем себе представить, царство Израиля. Его прочность, его безопасность, его способность противостоять врагам, если, скажем, это не держалось полностью на Давиде, так как были и другие праведные люди, то в значительной степени заслуги Давида поддерживали царство. И Всевышний посылает Натана к Давиду для того, чтобы добиться, так сказать, от него полного раскаяния осознания, осознания ошибочности поступка, который он совершил, его вины перед Всевышним, перед самим собой, возможно, перед Батшевой. и он должен это осознать, как бы без этого невозможно продолжать, невозможно упрочить, так сказать, царство Давида в его заслугу, невозможно привести в мир ребенка, который построит храм. и послал Бог Натана к Давиду и пришел к нему и сказал ему, пророк Натан приходит к Давиду и начинает с ним разговаривать уже через какое-то время, уже после того, как Давид женат, у него должен, у Давида должен родиться ребенок, вот, он ждет появления на свет этого ребенка с нетерпением, он весь полон надежд на будущее, и вот приходит Натан и начинает с ним разговаривать. Два человека были в одном городе, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего не было, только одна маленькая овца, которую он купил и выкормил, и она выросла у него и росла с его сыновьями вместе, от его куска хлеба ела, из его чаши пила и на руках его спала и была ему как дочь. И пришел путник к этому богатому человеку, и он пожалел взять животное из своего мелкого скота и своего крупного скота, чтобы сделать трапезу для гостя, пришедшего к нему и взял овцу того бедного человека и приготовил ее для человека, пришедшего к нему. И очень разгневался Давид на этого человека и сказал он Натану, как верно то, что жив бог, так и верно и то, что повинен смерти человек, сделавший это. А за овцу он должен заплатить четверо, наказан будет за то, что сделал это дело и за то, что не пожалел. Здесь нужно представить такой момент. Давид воспринимает этот рассказ как реальный рассказ, как рассказ о реальном событии, которое произошло, о котором он не знал и пророк ему теперь раскрывает. Нужно представить такой момент, что царь Израиля, его как бы основная задача это быть судьей. Но царь может судить не по закону Торы, а по духу Торы. По духу Торы Тора требует милостивое отношение к человеку, Тора требует понимания, понимания проблем человека, сочувствия человека, соучастия человека, запрещает попирать его права другого, отбирать у него имущество. Это все как бы дух Торы. Закон Торы он определенный. Он определенный. Что тот, кто украл или отнял, он скажем, при определенных обстоятельствах украл животное, он при определенных обстоятельствах он должен заплатить в четверо больше. То есть, скажем, здесь есть как бы целый ряд тонкостей, моментов, когда Давид выносит приговор не по формальному закону Торы, а по духу Торы, который, является прерогативой царя. Царь должен утвердить моральный нравственный закон в Израиле, задать планку как бы, поэтому он может кого-то наказать, даже если тот формально не приступил к закону, формально. Он может кого-то наказать не совсем так, как предписывает Тора, а постановить, вынести для него гораздо более строгое наказание. Это прерогатива царя. Царь, у царя есть право судить единолично, как бы одному, как мы с вами говорили. Это касается таких случаев, как бунт против царя, когда он может обвинить человека в бунте против царя, но это касается и вот таких случаев, когда к царю приходят на суд для того, чтобы он рассудил как бы по справедливости, по духу Торы, а не обязательно по формальному закону Торы. Мы видим с вами, что царь Давид в дальнейшем мы с вами встретим в дальнейших главах, то царь Давид принимал людей, вершил, так сказать, суд, выносил постановления. Не все, может быть, были довольны тем, как он решал, но он был царь, и он стремился установить морально-нравственный закон, высокую планку морали в народе. Царь Шламо, как мы тоже видим, к нему приходили на суд, и он по тому праву, которое дала ему Тора, судить не обязательно в рамках формального закона, он выносил решение. Что же здесь происходит, если нам все-таки вернуться к формальному закону, то мы представляем себе, что закон предполагает выплату в четырехкратном размере за украденное животное, в том случае, если человек украл, скажем, животное, овцу или быка, он вернет в четырехкратном размере, если он украл и отрицал кражу и продал это животное или съел его, то если он будет уличен со свидетелями, то он должен будет заплатить в четырехкратном размере. Здесь мы видим несколько другую ситуацию, как бы не подпадающую под этот закон, здесь он отбирает силы у бедняка в рассказе Натана, этот человек отбирает силы у бедняка овцу, Тора относится к грабежу несколько иначе. Вот открытый грабеж, человек выплачивает за него стоимость того, что он, того ущерба, который он причинил, и речь здесь не должна была выйти о четырехкратном размере, но это нам важно просто для того, чтобы как бы соотнести слова от Давида с формальным законом. Тем более этот человек не должен быть казнен. Первое, что говорит Давид, вот он говорит, и разнялся Давид на этого человека, и сказал он, он повинен смерти человек, сделавший это, а за овцу он должен заплатить четверо. непонятно, скажем, да, хотел ли приговорить Давид действительно его к смерти, или он просто хотел, или он просто сказал, да, что за такой поступок полагается смертная казнь, но, скажем, да, я проявлю к нему милость, и, скажем, не возьму, скажем, на себя такую ответственность казнить человека за грабеж, а я пропишу ему вернуть в четыре раза больше, чем он отобрал у этого человека, чем он отобрал у этого человека силой. Возможно, и так, это, скажем, да, возможно, что он не хотел обвинить этого человека, приговорить этого человека к смерти, а сказал, что за такие вещи надо казнить, я ему накладываю на него четырехкратную плату, да, это суд Давида по отношению к человеку, который отнял овцу, не посчитавшись с бедным, не посчитавшись его отношением к этой к этой овце, да, привязанность его к этой овце, вот, и, скажем, это тот приговор, который выносит, выносит Давид, да, объявляет, что за такие вещи надо казнить, я ему даю четырехкратный размер, хотя, четырехкратную плату, хотя за грабеж он не должен был бы выплачивать в четырехкратном размере за украденное животное, только в том случае, если он украл, отрицал в суде кражу и попался, пришли свидетели, сказали, что он украл овцу, тогда бы он должен был платить в четырехкратном размере за животное. У законов Торы есть своя логика, безусловно, просто у нас сейчас нету как бы возможности всю эту логику восстановить, но известное дело, что за грабеж Тора взыскивает в размере убытка нанесенного, а за воровство в случае отрицания Тора предполагает платить двойную плату, как бы штраф выплатить, и в случае животного выплатить в четырехкратном размере. Общая идея заключается в том, что Тора подчеркивает, что воровство в каком-то смысле еще хуже, чем грабеж, потому что человек привносит в мир идею, что никто его не видит, когда он делает дурные дела. В этом смысле воровство еще хуже, чем грабеж, и Тора по определенным причинам подчеркивает, накладывает на человека выплату больше, чем за грабеж. скажем, надеюсь, что мы поняли ситуацию, что он объявляет, говорит о человеке, что за такие вещи надо казнить, но я с него возьму плату в пользу бедняка в четырехкратном размере. И сказал Натан Давиду, ты этот человек. Так сказал Бог всесильный Израиля. Я помазал тебя быть царем над Израилем, я спас тебя от руки Шауля, я отдал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего передал в руки твои, и отдал тебе дом Израиля и Иуды, и если мало было тебе, то я добавил тебе столько же, еще столько же. Почему ты пренебрег словом Бога, сделав дурное в его глазах? Ури Ахитя поразил мечом, и жену его забрал себе в жены, а его убил мечом сыновей Амона. Мы еще раз с вами можем подчеркнуть, что с человеком небеса часто разговаривают так же, как царь судит не по формальному закону, так и небеса с человеком, и человека судят не по формальному закону, а судят его потому, как, скажем, это выглядит в глазах других людей, что ты забрал жену, потому что в глазах ты должен был знать, что она в глазах других людей, она жена Ури Ахитя, и ты представляешь, что бы было, если бы это дело стало известно, что ты забрал жену воина, кто бы стал думать о том, что он дал ей письмо, что она не хотела возобновлять брак, а в глазах людей она была женой, а его убил мечом сыновей Омона, не в том, не в том, что ты убил Уриахити, как мы с вами говорили, а в том, что мечом сыновей Омона, надо было судить его, так или иначе, его надо было судить, а теперь не отойдет меч от дома твоего навеки, ибо ты пренебрег мною и взял жену Уриахити, чтобы была она тебе женой. И что мы дальше с вами видим? Сейчас, секунду, я подниму текст, так, чтобы нам было удобно. И Натан говорит о наказаниях и предупреждает, что так сказал Бог, не он сам, как пророк, как бы с точки зрения логики вещей говорит ему, что будет наказание мира за меру, а что так говорит Всевышний, так сказал Бог, вот я поднимаю на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих на глазах твоих и отдам ближнему твоему и ляжет он женами твоими перед глазами всех людей при свете солнца этого. Возможно, что этого еще можно избежать, еще раскаяние, оно позволит избежать этого. Но, как мы знаем, это, к сожалению, произошло в жизни Давида впоследствии. Ибо ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. То есть, мы еще раз здесь видим, что дело с Батшевой не было придано огласке, оно не было известно большому числу людей. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. наказание будет перед всем Израилем. И сказал Давид Натану, и вот здесь вот как самый, может быть, главный момент во всей этой истории, сказал Давид Натану, согрешил, согрешил я перед Богом. Давид сразу же признает свой грех. Несмотря на то, что у него есть масса оправданий, масса оправданий перед лицом Всевышнего. Он даже не говорит, что я совершил ошибку. Он говорит грех. Грех это грех. То есть преступление перед Всевышним без всяких оправданий. И сказал Натан Давиду, за то, что ты раскаялся, Бог устранил твой грех, не умрешь ты. Мы можем представить, то есть Давид берет на себя ответственность. Он не оправдывается. Если Всевышний увидел его вину, о чем здесь говорить? Если Всевышний приравнял его поступок к поступку человека, который поступил жестоко по отношению к другому человеку, опять же нам нужно представить себе, что суд небес он не всегда за то, что сделал человек. или что вышло, а за то, что могло получиться из этого. Как же ты не подумал об этом? Ури Ахити скорее всего, даже не скорее всего, а точно, он не знал о том, что произошло, еще никто не знал об этом, его никто не поставил в известность. Мы помним эту ситуацию, как он не хочет идти в дом, не потому что он знает о том, что произошло, или догадывается, откуда ему знать, откуда ему догадываться, он не хочет идти в дом, потому что он против Давида, против его поведения, против того, что он остался в доме, Давид остался в доме и не вышел на войну, что все ночуют в шалашах, ковчег союза стоит в каком-то шалаше временном, а Давид здесь в доме, это плохо в глазах Ури и Ахити, он не знает, но если бы он узнал, как бы ему это было тяжело и как бы ему это было тяжело и неприятно. Мы еще раз из этой притчи можем понять, что из этой притчи можем понять, что Бат-Шева фактически как бы по нашим понятиям она не была женой Ури Ахити. Она была как бы существом очень приятным, вот как-то сравнил Натан ее или по поручению Всевышнего сравнил привязанность к ней хозяина, привязанность к ней Ури Ахити с привязанностью хозяина к овце, которая для него и мила и приятна, но она живет в его доме, она не его жена, и он не узнал об этом, но он мог узнать об этом, и ты не подумал об этом, насколько бы тяжело и неприятно было ему, и Давид берет на себя ответственность. Он говорит, да, да, это плохо, да, это, да, это, это бесчеловечно. Он мог бы сослаться на то, что он ошибся, он мог бы говорить Всевышнему обо всем, что мы с вами обсудили, что он увидел свет, что он понял, что невозможно ждать, что неизвестно, что будет завтра, или вообще, что будет еще через час, эта женщина должна быть с ним, потом он как-нибудь, да, как говорят, оформит отношения с ней и так далее, да, он не стал, он знал, что она чиста, он не стал об этом всем говорить Всевышнему, я согрешил, он говорит. И впоследствии, забегая вперед, забегая вперед, в конце книги Малахим в конце книги Шмуэльбет, да, есть намек на то, что Давид действительно ошибся, и что то, что произошло, было ошибкой, а не грехом. Чем отличается грех от ошибки, понятно, чем отрицается грех от ошибки, грех, да, дурное желание потянуло при и перевесило все соображения, перевесило все понятия о запрете, дурное желание потянуло, это грех. Шугек, ошибка, да, это когда я что-то не знал, что-то не рассчитал, да, если бы я знал, я бы это не сделал, шугек, ошибка, да, и в конце книги Малахим, может быть, мы в конце книги Шмуэльбет, этой самой книги, которую мы с вами изучаем, есть намек, да, что действительно это была ошибка, это не было грехом, не было грехом, но если Всевышний обвиняет, Давид берет на себя полностью ответственность, да, не то, что я не знал, и здесь что-то не так произошло, да, вот, и если бы это, если бы не это, то я бы подумал иначе, и поступил бы иначе, да, он ничего это не говорит, он берет всю ответственность на себя, да, и в этом, в этом величие Давида, да, и этим он, именно этим он является примером для, как бы, тех, кто приходит, тех, кто раскаивается, да, что если уж ты раскаиваешься, если ты видишь неправильность своего поступка, не ищи оправдания, ищи те моменты, которые, не ищи оправдания, ищи, ищи то, что ты сделал неправильно, да, и если тебе покажется, что где-то здесь можно что-то уменьшить, преуменьшить, да, где-то найти, что грех был не таким сильным, не надо, перейдь ответственность на себя, и потом, как бы, осмысляй то, что, то, что произошло, вот, очень, очень интересно относится книга Зоор к этому моменту, она приводит цитату, цитату из Мишлей, из книги царя Шламо, сына Давида, и говорит, по поводу этому случаю, говорит так, никогда не говори перед лицом ангела, как бы, перед лицом небес, там, где все известно, что это ошибка, зачем тебе, чтобы, зачем тебе вызывать гнев небес, да, то есть, никогда не ищи, никогда не ищи себе оправдания, будешь искать себе оправдания, небеса тебе укажут на все, что ты сделал неправильно, и говорят, как бы, как мало не покажется, поэтому никогда не говори перед лицом ангела, что это ошибка, у всякой ошибки есть причина, я подумал не так, я не знал, я не знал об этом и так далее, у этого есть какая-то первопричина, может быть, недостаточный трепет перед лицом небес, может быть, что-то еще, да, но никогда не говори, что это ошибка, случайно, это то, что человеку, который уже понимает неправильность своего поступка, не следует говорить, да, и сказал, да, и сказал Давид Натану, согреши, согреши я перед Богом, и сказал Натан Давиду, да, за то, что ты раскаивался, Бог устранил твой грех, не умрешь ты, однако, поскольку ты позорил и поносил врагов Бога в этом, в этом деле, то сын, который родится у тебя, умрет непременно, позорил и поносил врагов Бога, мы понимаем, что это условное, условное выражение, Натан хотел бы сказать ему, что ты осквернил, что ты осквернил имя Всевышнего, или мог осквернить имя Всевышнего, это могло привести к такому осквернению имя Всевышнего, что страшно даже подумать, да, вот, и поэтому поносил врагов Бога, мы знаем, что это условное выражение, когда они хотят сказать напрямую, да, что ты опозорил, не мог опозорить имя Всевышнего, да, вот, как бы условно говоря, ты поносил врагов Бога, ты опозорил врагов Бога в этом деле, то сын, который родится у тебя, умрет непременно, да, и это страшное известие для Давида, да, потому, страшное наказание, да, и Всевышний снял, Всевышний снял наказание смертью, которое, в общем-то, Давид сам себе определил, сказав, что такой человек достоин смерти, Всевышний снял это наказание, потому что Давид раскаялся, но происходит, да, но полностью Давид не был прощен, да, и происходит ужасная для него вещь, то, к чему он стремился, то, что он хотел привести в мир ребенка, который построит, построит храм, да, и тот высокий момент, который, высокий момент духовный, который он достиг его, высокий уровень духовный, когда он, да, привел к себе Батшеву, поднялся на необычный духовный, высокий духовный уровень, он надеялся, что родится ребенок высочайшего уровня, Всевышний говорит, ребенок умрет. нет, в конечном итоге, и, как бы, поступок Давида не принят, да, может быть, он бы был принят с оговорками, ты плохо сделал, сделал ужасно, но, как бы, можно, можно понять то, что ты сделал, да, и можно простить то, что ты сделал, нет, в этом плане нет, да, в этом плане Всевышний не обращает его поступок, и ребенок, который, который Давид, смысл всей жизни уже был последнее время Давида, в том, чтобы родился этот сын, этот сын умрет, да, и пошел Натан в дом свой, и поразил Бог ребенка, которого родила жена Ури Давиду, жена Ури Давиду, и он заболел смертельно, да, понимаем, что к этому моменту Батшева уже родила, или, да, то есть, говорится, родиться у тебя, значит, когда Натан разговаривает, он еще не родился, теперь родился дом, родился ребенок, да, то есть, проходит какое-то время, здесь текст, как будто все, происходит секунда за секундой, но проходит какое-то время, да, и заболел смертельно и умер, и он заболел смертельно, смертельно заболел, да, и просил Давид Сесильного за юношу, да, и постился Давид и пришел, и спал лежа на земле, да, казалось бы, если Давид уже знает, если уже вынесено постановление небес, да, что можно сделать, может быть, надо принять просто это постановление и смириться, нет, у Давида свой путь, да, и этот путь он завещал всем своим потомкам, да, и мы впоследствии знаем, что царь Хискиягу объявил, да, о завещании Давида, о том, чему Давид учил своих потомков, да, что если даже меч приставлен к твоему горлу, ну, все уже, да, надейся на милость Всевышнего, проси о милости Всевышнего, да, нет такого постановления, которое бы не могло отмениться, милость Всевышнего, она, она безгранична, да, и раскаяние, оно так же, да, как бы пробивает, ничто не может устоять перед силой раскаяния, но в этом случае и Давид молится, и постится, и делает все возможное, чтобы ребенок не умер, и просил Давида Всевышнего за юношу, и постился Давид, и пришел, и спал лежа на земле, и встали старейшины дома его, пришли к нему, чтобы поднять его земли, и не пожелал он встать, да, и не преломил с ними, не преломил с ними хлеба, мы знаем, что царь не может себя так вести, он не, в общем-то, царь не имеет права вести себя таким образом, да, мы понимаем, что находиться вот так вот в трауре, показывать свое отчаяние, да, для царя, это недопустимо, потому что он стоит перед всем народом, но Давид пошел на это, пошел, как бы постился и молился, до конца, и было в седьмой день, и умер ребенок, и боялись слуги Давида сказать ему, что умер ребенок, ибо сказали, вот ведь, когда был жив ребенок, говорили мы ему, а он не послушал нашего голоса, и как же мы теперь скажем ему, умер ребенок, и сделает он плохое, они боятся вообще, что он что-нибудь сделает с собой, потому что он был в таком отчаянии, которое трудно даже себе представить, и увидел Давид, что слуги его шепчутся, и понял Давид, что умер ребенок, и сказал Давид слугам своим, умер ребенок, и сказали ему, умер, и встал Давид с земли, и умылся, и помазал свое тело маслом, и сменил одежды свои, и пришел в дом Бога, и распростерся, и пришел в дом свой, и попросил еды, и положили ему хлеб, и он ел, и здесь опять же, Давид хотел научить всех своих потомков, и дать им пример, что пока можно что-то сделать, нужно молиться, нужно поститься, нужно пребывать в трауре, нужно умолять Всевышнего, даже когда кажется, что ситуация безнадежна, и даже когда ты знаешь обосновлении небес, все равно, но если уже случилось, нужно принять постановление небес, и идти дальше, двигаться дальше, как бы ситуация казалась безнадежной, не казалась безнадежной, нужно подняться, встать, и двигаться дальше, не взирая ни на что, принять постановление небес, и это то, что делает Давид, он встает, он умывается, он как бы показывает всем видам, я готов продолжать, я царь, я обязан сократить и уменьшить свой траур, я стою перед своими подданными, теперь я готов продолжать. Посмотрим, что мы с вами можем сделать еще, или нужно нам, ну, вот здесь может быть продолжение этой истории, сказали ему слуги его, что означает твой поступок, который ты сделал, ради живого временка постился и плакал, а когда умер ребенок, встал и ел хлеб. Мы видим, что Давид остается непонятен, да, он, его отношения со Всевышним, то, что он постоянно ощущает себя стоящим перед Всевышним, да, это не совсем понятно, к нему подходит как бы с такой человеческой точки зрения, вот есть еще надежда, да, ну, ты плачешь, да, есть надежда, и ты постился и плакал, а когда уже ребенок умер, казалось бы, горя должно быть в сто раз больше, когда нет надежды, а ты встал, ел хлеб и сказал, пока ребенок был жив, я постился и плакал, ибо сказал себе, кто знает, может помилует меня Бог, и будет жить ребенок, а теперь он умер, зачем же я буду поститься, смогу ли я, и теперь вернуть его, я пойду к нему, а он ко мне не вернется, это слова очень сильные, показывают глубину переживания, глубину переживания Давида, силу его переживания из-за того, что произошло, и опять же, его подход к жизни, я должен продолжать, я буду жить с ощущением всю жизнь, что мне этого не хватает, я буду жить с этим тяжелым чувством, что ушел из мира такой сын, которого я ожидал, в котором был смысл всей моей жизни, я буду жить с этим ощущением, но я встал, но я встал, и я продолжаю, и утешил Давид Батшеву, жену свою, и вошел к ней, и лег с ней, и родила она сына, и назвал именем Шламо, и Бог полюбил его, и это тоже не произошло сразу, Батшеву, увидев, что сын умер, она не хотела больше быть с Давидом, не потому, что она возненавидела его, а потому, что она поняла, насколько неугодно было Всевышнему все, что произошло, и она решила, что она ошиблась, и Давид ошибся, и они не должны быть вместе, и она ни за что не хотела быть с Давидом, и Давид какое-то время болел, потому что он раскаивался, и это довело его до болезни, но ему, как бы Давиду, удалось убедить ее, или, как сказать, пробудить в ней чувства, пробудить в ней чувства, что несмотря на то, что произошло, несмотря на смерть ребенка, они предназначены друг другу, и они приведут в мир человека, ребенка, который вырастет и построит храм, и после этого тяжелого наказания, после переживания, после раскаяния, рождается сын, имя которого Шламо, от слова Шалем, полный, цельный, и Бог полюбил его, как бы от рождения. Бог полюбил его от рождения, то есть после раскаяния родился сын, которому Всевышний относится с любовью. «И послал Бог известия через Натана пророка и назвал его имя Едидья во имя Бога». И это имя Едидья – друг Всевышнего, оно само по себе высокое. Едид, Едидья – друг Всевышнего. Кроме того, здесь есть намек на то, что этот человек построит храм, и Давид очень хорошо понял этот намек, который дал ему Натан. «Ядид» – это то «яд в яд». Одна рука и другая. «Ядид». «Яд и яд». Рука и рука. Дело в том, что из Медрашим известно, что Всевышний одной рукой создал небо, как бы образно говоря, одной рукой создал землю, но храм создан двумя руками. Храм соединяет небо и землю, и храм создан двумя руками. И Едидья, рука и рука – это тот, кто построит храм, и это известие было дано Давиду. Здесь я остановлюсь. Если у нас осталось несколько минут на вопросы, то можем с вами обсудить. Я вижу, что у нас есть в чате что-то. Сейчас я открою чат. Пожалуйста, если что, то я слушаю ваши вопросы. – Окей. – Так, вот, я вижу, что тут… – В чате есть вопрос, пожалуйста. – Да, 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 я вижу, да, да. Сейчас меня открыл чат. Почему такое наказание, почему такое наказание смерть ребенка? Можно спросить себя, кому наказание? Да, это не наказание ребенку, это наказание родителям. Да, вот, и иногда мы знаем, что есть правило, что Всевышний не наказывает, не наказывает детей за родителей, но пока ребенок маленький, пока он как бы, у него, если так можно сказать, нет самостоятельной души, его душа, она связана полностью с родителями, то это наказание не ребенка, это наказание родителей. Почему такое наказание? Мы с вами более-менее понимаем, потому что Всевышний, если так можно сказать, не одобрил поступок Давида, не одобрил его стремление, может быть, высокое и благородное, привести в мир ребенка, ребенка не считаясь даже с тем, что Батшева была в доме Ури-Ахити и считалась его женой. Всевышний это не одобрил. Вот, что Давиду, возможно, надо было бы вспомнить про Юсефа, про то, что бывает разный уровень как бы пророчества, восприятия действительности, для того, чтобы в таких делах, как найти свою пару и найти тот момент, когда ты можешь быть с ней, когда ты можешь жениться. Для этого, может быть, надо было обратиться напрямую ко Всевышнему, напрямую спросить Всевышнего, могу ли я привести Батшеву, я вижу свет, я вижу все, что этот момент самый подходящий и так далее, спроси у Всевышнего, я могу или не могу. Если ты не удостоишься ответа, тогда уже как бы другой разговор. Но Давид здесь даже не спрашивает Всевышнего, хотя мог бы на примере Юсефа понять, что в таких делах, как найти свою пару для такого великого человека, великого праведника, нужно все-таки спросить Всевышнего. И смерть ребенка – это не наказание ребенка, это наказание Давида. Этот ребенок считался бы людьми мамзером ни в коем случае. Почему? Не Сангедрином. Сангедрин разрешил брак Давиду, если бы Бат-Шеба действительно была женой Ури-Ахити, действительно формально, как бы была женой Ури-Ахити, то брак с ней бы был невозможен, потому что если человек, скажем, был в отношениях с замужней женщиной, и потом ее муж по каким-то причинам умер или погиб, и известно, что этот человек был в отношениях с этой женщиной, во-первых, за это полагается смертная казнь, как мы понимаем. Может быть, его не казнили, потому что недостаточно было свидетельства или что-то, как бы нам можем представить себе. то в любом случае суд не разрешит такой брак. То, что суд разрешил брак, то, что Бат-Шеба стала женой Давида, это само по себе говорит, что она не была женой Ури-Ахити, когда Давид ее привел к себе, и никаким мамзером, ни в коем случае она не была ни в глазах небес, ни в глазах Сан-Ядрина, ни в глазах тех немногих людей, которые знали об этом. Что бы стали говорить люди, большое число и так далее, потом как бы мы можем представить себе, что как бы шило в мешке не утаишь, и эта история, она как бы стала известна еще нескольким людям, еще какому-то кругу людей. Но в любом случае, в любом случае, ни никто, ни один человек не подозревал, не подозревал в том, что, скажем, Давид действительно совершил такое преступление, как забрать чужую жену. Буквально, как бы реально. Есть что-то еще, что хочется спросить? Хорошо. Вот тогда мы с вами остановимся. Я очень надеюсь на ваше как бы обдумывание этой ситуации. Если что-то будет еще непонятно, то мы можем обсудить вместе. Но одно как бы можем представить себе, что Давид, на которого мы возлагаем надежды, что его потомок возглавит когда-то еврейский народ, и в будущем он не мог быть таким человеком, который просто идет за своим дурным желанием, сметая все на своем пути. Хорошо. Ладно, здесь я остановлюсь. Если можно, если можно, пока народ не разбежался, хотел сказать, что мы с Божьей помощью завтра хотим начать, можете сказать, курс по Таилим Рава Зеева, который предполагается делать раз в две недели, по, соответственно, емшине понедельникам, это завтра. Да, время, мы определили уже время, Рава Зеев, а время, наверное, будет где-то порядка 6 до 7, где-то порядка в 7.30, наверное. Да, это удобно? 7.30 очень хорошо. Вот, мы будем делать в 7.30, и общая идея такая, что сегодняшний курс, сегодняшний урок, который был по пророкам, и курс по Таилим, вот эти два занятия вместе, они в каком-то смысле возвращение к программе Израиль и человечество, которое нам пришлось как-то на какое-то время приостановить, сколько-то времени назад. А вот с начала нового гражданского года мы собираемся с Божьей помощью это дело восстановить. Окей? Хорошо. Полуслова, полуслова только, полуслова, да, объяснить, как этот курс относится к Израилю и человечеству. Мы с вами постараемся Таилим расправить в плане молитвы, которая важна для всех. Вот в этом плане это как бы это будет другие вопросы, которые возникнут, мы с вами сможем обсудить тоже в этих рамках. Прошу прощения, вопрос Натану. Как заходить на это занятие новое? Смотрите, у нас есть три основные способы общения. Первый, самый простой, есть группа в WhatsApp. Она во всех наших записях, в каждой записи на YouTube повторяется этот адрес. Если есть все равно проблема, я сейчас после, вот в то время, пока я уже говорю, я, пожалуйста, пишу свой адрес. Напишите мне мейл, если вы тем не менее что-то не находите, я вам сообщу. Итак, есть группа в WhatsApp, это раз, там, это тихая группа, там только сообщения о занятиях, это раз. Есть рассылка по мейлам, соответственно, надо туда записаться, тоже я могу дать линк, вы можете записать, адрес вам будет приходить. Есть группа в Телеграме по занятиям Рава Зеева, там тоже есть публикации, ну и кроме того, есть еще в Facebook на соответствующих страницах. Если вы не из всего перечисленного есть проблема и вы не знаете ни один из перечисленных, вот я опубликовал свой мейл, напишите мне, пожалуйста, вопрос, я пришлю все ссылки, вы можете присоединиться одним из известных вам способов. Спасибо. Хорошо? Ну хорошо, тогда мы на этом заканчиваем. Равзе, большое спасибо, всем счастливо и до свидания. Всем спасибо, всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.